Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC, передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня мы будем обсуждать значение Южного газового коридора для энергетической безопасности Европы. Отмечу, что в январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал по Южному газовому коридору 14 миллиардов кубометров газа. Почти половина этого объема поставок пришлась на страны Евросоюза. Подробнее об этом проекте и перспективах его развития нам расскажет Ибрагим Ахмедов, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связи с общественностью азербайджанской госнефтекомпании «Сокар». Он у нас в студии. Здравствуйте, Ибрагим Мелин. Спасибо большое, что пришли. Добрый день. Мы попросились ответить на вопросы наши. И первый мой вопрос будет такой. Вообще, каково значение Южного газового коридора для энергетической безопасности Европы? Европа – это древний континент, который состоит из Европейского союза и стран, которые рассматривают в некоторой ближней или средней перспективе вступление в Евросоюз. Соответственно, их объединяет общие ценности, общее экономическое пространство и, соответственно, общие экономические интересы. Одним из таких интересов является энергообеспечение и энергетическая безопасность этого континента Старого Света, которую, собственно, свои энергетические потребности Европы обеспечивают частично за счет своих собственных ресурсов. Это, в первую очередь, Северное море. Там, допустим, Норвегия – крупнейший производитель газа и нефти в Европе. А значительная часть и все более возрастающий, так сказать, процент от потребности, общей потребности, общего спроса Европы в энергоресурсах сюда импортируется из-за рубежа. Крупнейшим импортером газа, безусловно, является Российская Федерация традиционно. Экспортером. Для Европы это импортирует в основном из Российской Федерации. Другим, так сказать, источником импортированного газа является Северная Африка. Оттуда также импортируется трубопроводный газ. Последние годы Европа стремилась нарастить альтернативные источники газа. Это связано, ну, с одной стороны, с тем, что Европа не хочет быть зависима от одного какого-то большого источника. Это понятно. И это является основой, одним из основополагающих, так сказать, факторов любой энергетической безопасности. Также для экспортеров. В принципе, экспортеры, социальные экспортеры тоже не очень хотят быть зависимы от одного покупателя. В любой коммерческой сделке, если ты зависим от одного, так сказать, лица, от одного субъекта, то, естественно, он когда-нибудь может использовать эти возможности против себя. Либо ты, может быть, лишен возможности увеличить цену, если тебе, так сказать, захочется или представится целесообразно это сделать. С коммерческой, с политической точки зрения, так сказать, есть обоснованность искать дополнительные источники поставок. И поэтому Европейский Союз еще давным-давно, несколько десятилетий назад поднял этот вопрос о том, чтобы обеспечить дополнительные источники поставок. В последнее время, как я хотел сказать, они расширили возможности поставок сжиженного газа, LNG. Это, в принципе, тоже довольно-таки дорогостоящий источник. Его рентабельность в последние годы возросла. И сейчас, в принципе, это один из перспективных и растущих рынков в мире. Но его недостаточно в первую очередь по той причине, что Европа — это континент, у которого есть не только прибрежные местности, но и другие труднодоступные регионы. Нужно проложить дополнительную инфраструктуру, дополнительные сети трубопроводов, чтобы сжиженный газ, который переводится из сжиженного в газообразное состояние на терминалах, снова, так сказать, направить вглубь континента. И в этой связи, так сказать, Европе порой более экономично выгодно получать газ по трубопроводам. А лучше всего, наверное, совмещать сразу и как сжиженный газ, возможность получения сжиженного газа с трубопроводным газом, потому что и там, и там есть определенная рыночная динамика. Иногда бывает так, что цены на сжиженный газ очень низкие, как это было в прошлом году, и считалось очень выгодным даже покупать сжиженный газ, даже, возможно, выгоднее, чем газ из газопровода для некоторых стран. В этом году картина сильно изменилась. С начала года мы наблюдаем рост цен на сжиженный газ, а теперь выросли цены и на газопроводный газ, причем в десятки раз, если сравнить с прошлым годом, с аналогичным периодом прошлого года, либо же с весной прошлого года, в мае месяц, это был период самых низких цен на газ в истории. В этом контексте, как вы отметили, очень сильно выросла цена на газ в этом году, несколько раз побила рекорды. Вот в этом контексте, насколько увеличилось значение Южного газового коридора, его важность? Да, скажем так, если бы не было Южного газового коридора, то в некоторых регионах Европы, возможно, цена на газ была бы еще выше. С другой стороны, если бы Европа обеспечила себе еще и другие дополнительные источники газа, возможно, сейчас она избежала бы такого стремительного роста цен на газ. Есть вероятность, что это временное явление, но в любом случае потребители газа не застрахованы от таких взлетов и падений, от такой, так сказать, нестабильности на рынках. И если они не будут вкладываться в новые источники поставок газа, то этого будет не избежать. Европа делала в основном ставку на возобновляемую энергию, на источники возобновляемой энергии в последние годы. И сейчас этот императив, он все более набирает темпы в том плане, что поднимаются определенные стимулы для производителей возобновляемой энергии. С другой стороны, есть стимулы не производить или в меньшей степени инвестировать в источники традиционной энергии, допустим, углеводородов. И это привело к тому, что в последние годы уменьшился объем инвестиций в добычу и разведку нефти и газа во многих странах. И уголь также является, в принципе, смежной отраслью, которую тоже хочет ограничить и уменьшить ее использование Европы. Соответственно, эти отрасли, они где-то начали, так сказать, страдать от нехватки инвестиций. То есть, в какой-то степени причина энергокризиса это в том, что снизились инвестиции в эту область? Так оно и есть. Да, в принципе, рынки нефти и газа, они развиваются, ну, можно уподобить их качелям. Когда очень высокая цена, все начинают инвестировать в разведку и добычу, потому что это очень привлекательно и рентабельно. Когда низкая цена, все перестают инвестировать, начинают экономить. Так что, в принципе, это было в некоторой степени предсказуемо, что цены снова поднимутся после кризиса прошлого года. Но, возможно, где-то вот до середины этого года не ожидали, что будет внезапно произойдет такой стремительный рост. Потому что, ну, восстановление рынка, оно где-то с начала года шло не так уж, не такими уж темпами, как мы предполагали. ОПЕК плюс даже притормозило, так сказать, ослабление тех ограничений, которые они наложили на свою добычу нефти. Ну, где-то в середине этого года, к лету этого года уже стало очевидным, что уровень спроса на рынке, он растет. Экономика во всех странах развивается, соответственно, растет спрос на нефть. В то же время и газ. В то же время обнаружилось, что далеко не все страны могут в короткий промежуток снова увеличить добычу газа. Для этого нужно время и нужно капиталовложение, чтобы они смогли это сделать. Так что, в принципе, по команде, кого не знаю, развитых стран, хотя им этого очень хотелось бы, наверное, потребителям газа, чтобы вот сейчас внезапно вырос уровень добычи нефти, этого не получается. Поэтому ОПЕК плюс, в принципе, оно идет теми темпами, которые и были наращивания добычи. Сегодня, насколько я знаю, будет заседание, так что как раз ждем, что они решат. Я не исключаю, что они в последующие месяцы будут постепенно увеличивать, так сказать, эту квоту. Это одна из возможностей, но я не думаю, что она будет радикально увеличена. То есть они увеличат по 400 тысяч баррелей в день раз в месяц, раз в два месяца. И возможно сюда добавится что-то, может быть, не до прошлого, а совершенно сюда ничего не добавлять. Идти по заранее обозначенным темпам и дороге. И связано это, скорее всего, с тем, что не все страны или многие страны просто не могут в короткий промежуток увеличить значительно свою цену. Да, долгосрочно высокая цена нефти, безусловно, она не на руку ни потребителям нефти, ни ее производителям. Потому что это будет стимулировать потребителей уходить от потребления нефти, искать другие источники. Это производителям нефти тоже не очень выгодно. Но есть определенный, так сказать, коридор, определенный коридор цены, который является и для тех, и для других приемлемым. Я думаю, мы пока еще находимся где-то в этом коридоре. И, возможно, нижняя его граница где-то 50-60 долларов за баррель. А верхняя граница, она вот, наверное, сейчас 80-90. Если пойдет там больше 100, тогда это, наверное, уже будет сильным давлением на потребителей. И, скорее всего, эта цена долгосрочно не продержится. То есть, может продержаться несколько месяцев. Но потом, скорее всего, будут снова большие инвестиции в эту отрасль. Будет наращивание добычи нефти и газа в Соединенных Штатах Америки. Кстати, именно эта нефтедобыча и газодобыча именно в этой стране больше всего, может быть, пострадала в период кризиса в прошлом году. И, соответственно, снова вырастет производство нефти и газа. Но в любом случае, сейчас Европа переживает определенный энергетический кризис. У них поднялись цены как на газ, так и, в принципе, рост цены на нефть связан в некоторой степени с ростом цены на газ. Потому что некоторые энергопроизводители... Пытаются возместить... Да, они пытаются использовать, иногда бывает выгоднее использовать, допустим, мазут, сжечь мазут вместо газа для получения электроэнергии. Используют в большей степени уголь. Цена на уголь тоже выросла несколько раз. В принципе, цена на всю энергию в целом выросла в связи с нехваткой. Там есть и другие факторы. Где-то, допустим, очень холодная зима, очень жаркое лето, повышенное использование энергии. В Европе, как в Европе, так и в других странах, порой недостаточно устойчивое производство энергии из возобновляемых источников. Знаете, развивать производство энергии из угля и солнца можно, но это длительный процесс. Он, в принципе, уже рентабельный. Если раньше он держался только на субсидиях, то, в принципе, мы можем сказать, что сегодня есть рентабельность. Во многих странах, в том числе в Азербайджане, имеет смысл развитие этой сферы. О чем, кстати, Газак заявлял... Вы, наверное, имели в виду из ветра и солнца. Из ветра и солнца, да. О чем заявлял недавно господин президент. То есть мы намеримся тоже развивать возобновляемую энергетику. Но в короткий период, так сказать, нарастить производство энергии из ветра и солнца не получается, потому что это требует долгосрочного строительства, строительства турбин, электростанций, производства сначала этих турбин. А сейчас, допустим, уже все крупные турбины на несколько лет вперед выкуплены. Просто у производителей. Сейчас необходимо еще установить дополнительно заводы, которые будут производить ветряные турбины, чтобы потом их еще купить и установить. Так сказать, это... Чувствуется определенная нехватка. Просто мир не успевает произвести такое количество возобновляемой энергии. Давайте все-таки вернемся к Южному газовому коридору. Вот как вы считаете, есть ли возможность нарастить поставки по этому маршруту? Ну, в принципе, изначально эта перспектива учитывалась, потому что Южный газовый коридор имеет сейчас пропускную способность порядка 16 миллиардов кубковых метров в год. Возможно ее увеличить в два раза. Это до 30-32 миллиардов кубковых метров. Ну, если взять, собственно, рынок Европы, то здесь речь идет о максимуме 20 миллиардов кубковых метров в год. Сейчас это 10 миллиардов кубковых метров. Другие 6 миллиардов, они предназначены для Турции. В принципе, ТАП регулярно рассматривает возможности расширения пропускной способности газопровода источником дополнительного газа. Может быть, Азербайджан. В принципе, сейчас это только Азербайджан. По Южному газовому коридору идет пока только Азербайджанский газ. Но мы этот проект назвали не Азербайджанский коридор, а Южный газовый коридор. Да, в перспективе. Какие могут другие страны подключиться? В перспективе, да, это все, кто на юге, так сказать, могли бы сюда подключиться. И здесь идет речь не только, скажем, о какой-то конкретной стране, которая могла бы просто провести свою ветку газопровода и подсоединить ее к газопроводу, скажем, ТАНАП или к Южно-Кавказскому газопроводу, или к газопроводу ТАП. Но здесь может речь идти также о снабжении дополнительными объемами газопровода ТАП, допустим, с жиженным газом, который будет, допустим, через терминал заполняться в трубу, где-нибудь в Греции, к примеру, и поставляться в Италию. Сейчас консорциум, который управляет, который владеет газопроводом ТАП и компания, которая является оператором, то есть ТАП АГ, она рассматривает, так сказать, различные возможности на рынке, анализирует рынок, это называется тест рынка, который проводится с начала этого года. По законодательству Европы они, в принципе, обязаны это регулярно проводить. Определенная часть объемов газа где-то будет сохраняться, наверное, в соответствии с законодательством для спотовых сделок, то есть сделка, которая заключается на сиюминутной основе по текущей цене. Но большая часть, наверное, до сих пор определялась по долгосрочным договорам. В принципе, в этом, на сегодняшний день, одно из больших преимуществ азербайджанского газа для Европы, потому что цены являются более управляемыми. Они не все, так сказать, в целом, если взять, часть цены, да, наша прибыль значительно выросла, безусловно, благодаря росту цен на газ. Но все же этот рост является более управляемым, падение для нас уже является более управляемым, потому что это регулируется определенными формулами. Некоторые имеют привязку к ценам на газ, некоторые имеют привязку к ценам на нефть и так далее. Там с разными компаниями были подписаны разные договора. С Турцией в лице компании Боташ был подписан один договор и несколько договоров было подписано с европейскими компаниями. Так вот сейчас консорциум ТАП анализирует рынок и получает пока что необязательное предложение от компаний, которые могли бы стать поставщиками газа. И спрашивают у них, почему вы могли у меня продать, допустим, газ, если выразить простыми словами. Они говорят по определенной цене, каждый дает свое предложение и определенные объемы, допустим, по такой-то цене. И потом будет проводиться следующий, так сказать, этап тестирования, когда они уже запросят у компаний, обязующие их предложение. То есть они уже подпишутся под этими ценами, скажут, да, вот по этой цене я даю, обязуюсь поставлять тебе газ. И если это будет устраивать компанию ТАП АГ, тогда она примет соответственное решение. Ввиду тех предложений, которые она имеет, и ввиду спроса на рынке, она решит, так сказать, расширять газопровод в соответственной пропорции. То есть это может быть расширение, допустим, на 3 миллиарда километров в год пропускной способности, на 5 миллиардов километров, ну там до 10 миллиардов километров в год. В зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка и какие будут иметься актуальные предложения. Азербайджанский газ, безусловно, вот так вот скоро, буквально за месяц, за два дополнительный объем, помимо газа Шарадониз-2, в Европу не поступят. Нам нужно быть реалистами. В принципе, никто ложные иллюзии Европе в этой связи не дает. Азербайджан в плане объемов газа тоже не является конкурентом больших поставщиков газа, таких как, скажем, Россия, там и традиционных производителей газа в Европе. Мы скорее входим в нишу, которая образовывается между падением производства газа, добычи газа в самой Европе и растущим спросом. Соответственно, мы никого не вытесняем с этого рынка, мы просто вот входим в эту нишу, которая образовывается из-за растущей пропасти между спросом и предложением. Насколько я знаю, сейчас вот азербайджанский газ по этому маршруту, он поставляется в основном в страны Южной Европы. Это Веция, Италия, Болгария. И это страны, в большей части, которые и не получали газ, и у них, в принципе, не очень развитая инфраструктура газа. Да, но что я здесь хочу вас спросить. Ведь потребность есть не только в Южной Европе, она и в Северной, и в Центральной есть. Вот есть ли в перспективе возможность поставок в страны, допустим, в Центральную Европу? Насколько я понимаю, это нужно построить интерконнекторы, которые соединят Южный газовый коридор с этими странами. Вот обсуждение каких интерконнекторов, строительства каких интерконнекторов сейчас ведется? Ну, во-первых, когда подписываются договоры, контракты по продаже газа, мы подписали их на длительный период времени. Сейчас значительная часть газа, насколько я знаю, в Европе она торгуется на основе спотовых. Кстати, одна из причин, которая, возможно, привела к такому росту цен на газ, они перестали быть управляемыми в значительной степени. Но мы подписывали контракты на 25 лет, сроком на 25 лет. И, в принципе, в будущем, наверное, будет рассматриваться, если будет расширение, увеличение объема поставок, будет рассматриваться, возможно, похожий подход. И в таком случае мы должны будем определиться, где наш целевой рынок. Мы поставляем сейчас в Грецию и в Италию. Через Грецию некоторая часть газа попадает также в Болгарию. Но это не значит, что наш газ ограничивается именно этими странами. В Греции на выходе любая компания, которая у нас приобрела газ, это есть итальянская компания, скажем, СНАМ, или это может быть немецкая компания Унипер, или другие компании, которые у нас являются покупателем нашего газа. Они могут его использовать в любой точке Европы, если они смогут его туда доставить. Есть, в принципе, сеть газопроводов между европейскими странами в Италии. Он поступает в итальянскую сеть, оттуда он может поступить, скажем, в другие страны и так далее. Кроме того, они могут его продать на бирже, кому-то, кому-то другому. Они могут продать эти объемы газа за более высокую цену, если им в этот момент не нужно. Предположим, Унипер все свои потребности в газе покрыла за счет, допустим, российского газа. В этот бы определенный момент времени. Тогда этот газ уже не нужен, она продает ему кому-то другому, кому он нужен больше, чем ей, за более высокую цену, чем, допустим, она купила, ну или за меньшую цену, как ей повезет. Так или иначе, он торгуется сейчас активно, наш газ. На бирже в будущем, так сказать, процесс будет выглядеть вот так. То есть мы не будем строить какие-то дополнительные ветки газопроводов, не будем что-то подключать. Сейчас, допустим, строится интерконнектор, строится он Грецией и Болгарией. Интерконнектор между Грецией и Болгарией. И, безусловно, здесь является основной целью поставки большего количества азербайджанского газа в Болгарию. Оно очень заинтересовано в увеличении поставок из Азербайджана. Но здесь рассматривается не только азербайджанский газ в перспективе. Здесь может подключиться также, как я сказал, жиженый газ ЛНГ из Греции может поставляться по этому же интерконнектору в Болгарию. То есть часть объема может быть азербайджанская, а часть может быть не азербайджанская. То есть мы не должны рассматривать это через призму завоевания какого-то определенного рынка монополизации его азербайджаном. Это не так. Мы просто входим в рыночные ниши, находим, удовлетворяем свои коммерческие интересы, получаем нашу прибыль. И страны-покупатели получают удовлетворение своих стратегических интересов. Сейчас роль газа и роль азербайджанского газа становится более очевидной для всех. Это не умаляет, безусловно, роль и значение, стратегическое и историческое значение альтернативных и возобновляемых источников энергии. Но газ, он очень полезен в процессе перехода от традиционных источников энергии к возобновляемым, поскольку этот процесс длится, как мы видим, очень долго. И он продлится, ну, как минимум, скорее всего, до 2040-2050-х годов в Европе. Основная часть, так сказать, электроэнергии будет получаться из газа. И, в принципе, мы... То есть, потребность газа будет сохраняться? Мы рассматриваем во всех прогнозах, в принципе, большинство компаний в этом плане. Единственное мнение, что рост спроса на газ будет продолжаться, даже после того, как мы пройдем пиковый уровень роста спроса на нефть. Газу будет отдаваться предпочтение по той причине, в первую очередь, потому что он более чистый источник энергии по сравнению, скажем, с тем же углем или мазутом. Сжигая газ, мы меньше производим выбросов тех газов, которые влияют на глобальное потепление. И, соответственно, многие страны будут отдавать ему предпочтение по сравнению с другими ископаемыми источниками энергии. Давайте поговорим немножко о добыче газа в Азербайджане. Насколько я знаю, согласно данным статистики, в январе-сентябре этого года добыча на месторождении шахты низ, добыча газа увеличилась на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Какие планы на будущее? Планируется ли дальнейшее увеличение добычи? Мы ведем переговоры со многими партнерами насчет развития разработки новых месторождений. С другой стороны, у нас есть, в принципе, уже текущие проекты, в рамках которых ведется разведка или наращивается добыча газа и нефти. Что касается газа, то в Азербайджане есть, в принципе, перспективы для роста производства газа, потому что большая часть новых открытых и еще не разработанных месторождений являются газокорденсатными месторождениями. А нефтяные месторождения в большей части свои, они уже давным-давно открыты и они долгое время уже эксплуатируются в Азербайджане. То есть там, в принципе, он естественный спад, он где-то неизбежен, нужно искать, находить новые месторождения, но всегда находят в большей степени газовые месторождения, потому что, ну, те пласты, где находится нефть, они в большей части уже свои в Азербайджане изведаны и изучены. У нас сейчас несколько проектов с нашим главным партнером, наверное, в Азербайджане, с компанией BP, я имею в виду, помимо Шайдониз и Азери Чарахтю нашли, это крупнейшее месторождение газа и нефти, соответственно, в Азербайджане, но мы также, допустим, работаем на месторождении Шафак Асиман, на шельфовом акватории Абширонского полуострова ведется бурение, разведывается блок Д-230 в Каспийском море, он более в северной части Каспийского моря. И, в принципе, мы рассматриваем также разведочное бурение совместно с компанией Эквинор, норвежская компания, бывшая Сатойл, мы ведем, сейчас готовимся к началу добычи, установке платформы, начало добычи на месторождение Карабах, это будет в основном, скорее всего, нефтяное месторождение, там будет также производиться некоторые объемы газа. И у нас ведется важный проект с компанией Абширон, это разработка месторождения, с компанией Атуталь, разработка месторождения Абширон, которая будет давать где-то порядка 1-1,5 миллиарда метров газа в год на первой стадии разработки, а потом, возможно, еще увеличение объема добычи. Тут на первом этапе мы рассматриваем удовлетворение потребностей у внутреннего рынка, который тоже растет, ну а в последующем наращивание объемов для экспорта газа также. Для нашей последней, так сказать, этапа наших отношений с зарубежными партнерами характерна такая особенность, что мы, в принципе, стремились больше к совместным инвестициям для того, чтобы покрыть внутренний спрос в перспективе. Безусловно, все больше заинтересованы в том, чтобы продавать газ по более высокой цене за рубеж. Внутренние цены, они не такие высокие, поэтому, естественно, здесь партнеров найти было более сложным делом, поэтому некоторые месторождения мы разрабатываем сами. И, в принципе, можно назвать это некой социальной, частью социальной ответственности SOCAR по, так сказать, решению государства, то, что оно продает цен, газ на внутренний рынок всегда по более низким ценам, чем экспортные цены в Европе или в других странах. Самая низкая экспортная цена у нас, пожалуй, это в Грузии, потому что она самая близкая страна, но и там экспортные цены у нас, безусловно, выше, чем внутренние тарифы на газ в Азербайджане. А вот то, что сейчас такие высокие цены на мировом рынке на газ, какие выгоды это несет для компании и для экономики страны в целом? Ну, выгоды есть большие для тех, кто у нас покупает газ на долгосрочные основы, основы, допустим, для той же Грузии, для Турции, для многих европейских стран, потому что они просто покупают, получают сейчас газ гораздо выгоднее, чем они могли бы получать, если бы не было этих, если бы не было Азербайджана, скажем, в мире. Им сейчас было бы, наверное, сложнее, было бы больше расходов. С другой стороны, выгода есть для нас, тоже так или иначе наша прибыль тоже растет. И, в принципе, это подстегивает также многих партнеров, многие энергетические компании снова обратить свой взор на разработку нефтяных и газовых месторождений. В рамках нашей стратегии мы, безусловно, рассматриваем возможности совмещения, скажем, увеличения нашего роста в сфере разработки новых месторождений с развитием энергетики на основе возобновляемых источников. Например, у нас сейчас есть такой проект, где мы рассматриваем возможность получать энергию из ветра, допустим, в прибрежной зоне и снабжать этой энергией нашей платформе, нашу нефтяную инфраструктуру. Туда мы тратим, ну, довольно большое количество газа, уходит на получение энергии для добычи нефти и газа самого, собственно говоря. Сейчас вся электроэнергия на платформах, она получается из газа. Могли бы сэкономить этот газ, направить его, допустим, на экспорт, либо на внутренний рынок, а обеспечивать всю энергетику на платформах наших, а также партнеров из возобновляемых источников. Ну, для этого должна работать, конечно, экономика этого проекта. Сейчас поэтому она рассматривается и в дальнейшем будут приняты соответственные решения. С другой стороны, одной из стратегических целей для СОКАР в рамках нашей новой стратегии является наращивание разведки, разведки новых месторождений и бурения, разведочного бурения, также в акватории, азербайджанском секторе Каспийского моря. Возможно, в некоторой степени на суше также, но сейчас большая часть добычи у нас на море. И вот мы будем, так сказать, есть некоторые сценарии, по которым может пойти будущее, так сказать, разведка. Это может быть на основе нынешнего формата, либо может быть какой-то другой коммерческий формат. Но так или иначе мы рассматриваем продолжать сотрудничать с разными компаниями, а некоторые месторождения мы будем разрабатывать собственными силами, как, например, сейчас происходит на месторождении Булладонис, на месторождении Умит, и вслед за ним идет месторождение Бабека, но смежное с ним. Пока это еще структура перспективная, но когда там будет произведено, если будут, так сказать, удачные результаты от разведочного бурения, тогда мы будем иметь еще одно газовое месторождение в Азербайджане. Спасибо большое, Брагим, Алим. К сожалению, передача наша заканчивается. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня», вела ее я, Елена Косолапова. Обсуждали мы развитие Южного газового коридора и его значение для энергетического рынка Европы. На мои вопросы отвечал Ибрагим Ахмедов, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связи с общественностью азербайджанской госнефтекомпании «Сокар». На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин